Безруков, полковник внешней службы разведки в отставке, совершенно блестящий эксперт, мудрейший человек, умный, тонкий, знающий. Андрей Олегович, перед тем, как мы начнем беседовать, хотел поставить фрагмент интервью, который дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Павлу Зарубину. Завтра еще больше будет нашей передачи «Москва, Кремль, Путин». Вот по поводу учения НАТО в Черном море. Послушайте, пожалуйста. Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные, вот я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения на акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация. Вот вам отчасти ответ на предыдущий ваш вопрос, где и как летают наши стратегические ракетоносцы. Используется Б-51. Это достаточно уже старенькие самолеты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас. Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой же акватории свои незапланированные учения. Но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительную обстановку там. Поэтому Минобороны России ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей. Это первое. Второе, что касается Украины. Ну вот нас все пытаются подвинуть к исполнению Минских соглашений, а часто обвиняются в том, что мы не исполняем. Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям? И что, по вашему мнению, по Минским соглашениям Россия должна была бы сделать? Ответа нет. Они прямо так говорят, мы не можем сформулировать. Я не шучу, им надо такое дело. А что конкретно не выполняет ЛНР, ДНР по Минским соглашениям? Тоже нет, не могут сформулировать. А тем не менее от нас публично все время требуют исполнения. Вот и как дальше жить, как людям верить, Андрей Олегович? К чему идем? Вообще-то в воздухе войной-то пахнет. Пахнет, пахнет. Ну, я думаю, просто пахнет. То, что там творится вокруг Черного моря и на Черном море, оттуда, ну, американцы совершенно не хотят эту войну развязывать. Они об этом четко сказали. Им это и не надо, и страшно. Зачем это делается? Поддерживать союзников в тонусе. Показывать Украине, что они еще помнят. Ну, иначе придется ведь платить. А зачем платить, когда можно просто... Б-52 пролетит пару раз, там корабль войдет. Ну, вот вроде как солидарность. Все хорошо. И тут же летают с немецких баз, наверняка. Показали немцам, кто хозяин. Так что, но с точки зрения вот самой группировки, ну, вошли три корабля. На них хватит три ракеты из Крыма. В любой момент. Это не самодостаточная группировка. Из Средиземного моря, где, может быть, есть самодостаточная группировка, ну, надо еще каким-то образом приготовиться и пройти наши базы, которые там сбоку находятся. Так что, я думаю, это игры. Игры, игры, игры. И иногда мне даже кажется, что вот русскому медведю, у него же шкура очень толстая, такая на самом деле, каждый волосок такой еще пойди оторви. Надо так спокойно залечь, поставить там кого-нибудь просто на то, чтобы посмотреть и не поддаваться на провокации. Потому что, ну, я думаю, главная суть этих провокаций внутриполитическая. Соединенные Штаты сейчас проходят через очень тяжелый период. До выборов остался ровно год. Эти выборы, если ничего не случится радикально другого, демократы провалят. Это значит, не просто Байден будет досиживать этот срок какой-то. Там два года осталось. А демократическая партия начнет разваливаться по швам, потому что тогда одна группировка нападет на другую, начнется реальная борьба за власть. Это, скорее всего, приведет к выборам, провалу выборов 24-го года. И дальше, когда республиканцы придут, они с Европой будут разговаривать совершенно на других тонах. Она им даже и не нужна. Они уже будут мыслить совершенно другими категориями выживания страны, консолидации. Где-то немножко Китаем, но никак не Европой. Я думаю, что европейцы их сейчас очень сильно подталкивают сами. Даже тут не вопрос консолидировать союзников. Им бы, чтобы кто-то пришел и их консолидировал. Так что, ну, про украинцев я уж вообще не говорю. Интересно. Но, кстати, не хочу обидеть. И я просто, знаешь... Да и не обидел. Нет, нет, я не об этом. Не вас. Вас я никогда в жизни не обижу в страшном сне. Я не хотел обижать умственные способности ряда людей. Но вы оцените. Посмотрите, пишет Илья Яшин Галяминой. Хочу, чтобы ты был в курсе. Написал Галяминой такое письмо. Юля, я посмотрел кино на НТВ. И хочу, конечно, по-человечески выразить тебе поддержку. Но, откровенно говоря, то, что происходит в твоей команде, меня просто шокирует. Это настоящее решетое. У тебя просто все течет. Любые переписки, отчеты, финансовые документы оказываются в распоряжении спецслужб и пропаганды. Это значит, что либо ты и твои люди предельно беспечно относятся к защите информации, либо я так уржил себя стукачами. Так или иначе. Я считаю, что подобные информационные атаки наносят большой вред оппозиции. Власть много лет пытается убедить общество в том, что оппозиция финансируется американскими деньгами. И твои люди раз за разом поставляют пропаганде жирную фактуру. Ты знаешь, что у меня к тебе добрые личные отношения. И мне во многом близки твои взгляды. Но политик должен нести ответственность на свои действия. То, что сейчас происходит, это твоя ответственность. Причем этот год вы второй раз уже даете возможность с НТВ вот так проехаться катком по оппозиции. Никаких выгодов, очевидно, не сделано. Не обижайся, но я на какое-то время воздержусь от организационного сотрудничества с тобой по любым проектам. Но это же явка с признанием. То есть, де-факто, оппозиция признается, что все, что про них говорили, правда. И они живут на американских... Ну, а разве мы не знали, что ли? Ну, вот то оружие, с которым пытаются вскрыть Россию. Не в Черном море угроза. Да, конечно. Угрозы не на море. Угрозы не на море. Угрозы... Те угрозы... Ну, там же сидят ответственные люди. Там же люди, которые отвечают за своих солдат и матросов. Там сидят люди, которые, в общем, прекрасно знают, что будет, если нажмется кнопка. Я думаю, те-то люди как раз очень серьезные и спокойные. И нам нужен диалог с ними, это точно. А вот та война, которая другая война, которую сейчас называют гибридной, но она не гибридная. Она идеологическая, ментальная, информационная, какая угодно. Вот та война, на самом деле, она опасна. Она опасна, потому что, если бы у нас было все хорошо дома, если бы у нас не было проблем, если бы и весь мир не проходил через такой вот период ломки, в том числе и Россия, естественно, то было бы проще. Поскольку людям, ну, как бы сказать, не сидится, не самые лучшие сейчас времена, и раскачивать общество, это вот та война, которая будет главной войной. на измор, на раскачку, на то, чтобы поссорить людей и власть и так далее. И вот это я бы ни в коем случае, даже если ее ведут люди не очень чисто плотные, не очень профессиональные, но если бы у нас была четкая сила, которая бы им противостояла, если бы у нас был четкий образ будущей России, если бы у нас была четкая консолидация всех сил против вот этого вот иностранного вмешательства, нам было бы проще. К сожалению, я вот не вижу этой консолидации. Она наступит, но вот сегодня ее нет. Продолжение следует...